Здравствуйте! Тема урока «Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей». Сегодня на уроке вы научитесь применять формулу, связывающую силовую и энергетическую характеристики электрического поля, при решении задач – сравнивать силовые и энергетические характеристики гравитационного и электростатического полей. Напряженность однородного электрического поля – величина постоянная. В точках, равноудаленных от заряженной пластины, потенциал поля будет одинаковый. Эти точки будут находиться на одной плоскости параллельной заряженной пластины. Поверхность, во всех точках которой потенциал поля одинаковый, называется «Эквипотенциальная поверхность». Эквипотенциальными поверхностями однородного поля являются плоскости, которые пронизываются линиями напряженности под прямым углом. Эквипотенциальной поверхностью для поля точного заряда является сфера. На рисунке указаны силовые линии и эквипотенциальные поверхности заряда Q. Вектора напряженности перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям. Работа при перемещении заряда по эквипотенциальной поверхности будет равна нулю. Так как потенциал везде будет одинаковый. Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородного электрического поля. Найдем разность потенциалов между точками А и В. Связь потенциала и напряженности выражается уравнением. φ1-φ2 равно ED1-ED2. Или E умножить на разность расстояний D1-D2. Заменим разность расстояний от точек А и В до нулевого потенциала расстоянием между самими точками А и В, D. Получим выражение φ1-φ2 равно E умноженное на D. Обычно разность потенциалов φ1 и φ2 обозначает буквой U. U равно E умножить на D. Отсюда видно, что чем больше напряженность поля и расстояние между эквипотенциальными поверхностями, которым принадлежат точки, тем больше разность потенциалов между точками. Связь потенциала с напряженностью. Если заряд перемещается вдоль направления силовых линий, то поле совершает положительную работу. Если заряд перемещается против направления силовых линий, то поле совершает отрицательную работу. Потенциал для однородного поля находится по формуле φ равно E умножить на D. Потенциал для неоднородного поля находится по формуле φ равно K умножить на Q, поделенной на εr. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что напряженность поля направлена от точки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом. Сравним силовые энергетические характеристики гравитационного и электростатического полей. Силовые линии гравитационного поля у поверхности Земли и однородного электрического поля между разноименными заряженными пластинами. А также силовые линии гравитационного поля Земли на расстоянии с равнивым с радиусом Земли и неоднородного электрического поля, созданного отрицательным зарядом. Сравнивая, можно прийти к следующему выводу. Поля являются потенциальными или консервативными. Работа не зависит от траектории движения тела. Работа консервативных сил по замкнутому контуру равна нулю. Работа сил определяется уменьшением потенциальной энергии. Выполняется закон сохранения энергии. Уменьшение потенциальной энергии приводит к увеличению кинетической энергии движущихся тел. Аналогия величин, характеризующих гравитационное и электрическое поле, указана в таблице. Первый столбец – величины, второй – гравитационное поле и третий – электрическое поле. Потенциал гравитационного поля – GH, электрического поля – φ. Сила – f равно mg у гравитационного поля и f равно q умножен на e у электрического поля. Потенциальная энергия однородного поля. У гравитационного – WP равно mgh, у электрического – WP равно qed. Д. Потенциальная энергия неоднородного поля. У гравитационного – WP равно gm, m, r, u электрического – WP равно k, q, q, r, r. Работа поля и гравитационного и электрического будет равна разности потенциальных энергий. Однородного поля будет находиться у гравитационного поля A равно – mg h2-h1. У электрического – A равно – qe на разность d2-d1. У неоднородного поля A равно – g на m, 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 r2-g, m, m, r1. У электрического поля A равно – k умножить на q, q, r2-k, q, r1. Приступим к практической части урока. Решим задачу. Какую работу совершит поле при перемещении заряда 20 нанокулон из точки с потенциалом 700 вольт в точку с потенциалом 200 вольт? Запишем данные. φ1 – 700 вольт, φ2 – 200 вольт, q равно 20 на 10 минус 9 степени кулон. Необходимо найти работу A. Решение. Используем формулу для нахождения разности потенциалов U равно φ1-φ2 равно A поделить на q. Найдем формулу для работы A равно φ1-φ2 умноженное на q. Подставим числовые значения. A равно 500 вольт умножить на 20 на 10 минус 9 степени кулон. Получим работа равна 10 минус 5 степени джоулей. Запишем ответ в микроджоулях. A равно 10 микроджоулей. Задача 2. Напряжение между двумя точками, лежащими на одной линии, напряженности однородного поля 2 кВ. Найти напряженность, если расстояние между точками 4 см. Запишем данные. U равно 2 кВ. D равно 4 см. Необходимо найти напряженность. Переведем данные в Си. U равно 2 на 10 в третьей степени вольт. D равно 0,04 м. Решение. Для нахождения напряженности используем формулу. E равно U разделить на D. Подставим числовые значения. E равно 2000 вольт разделить на 0,04 ньютон. Получим E равно 50000 вольт на метр. Ответ запишем в кВ на метр. E равно 50 кВ на метр. Задача 3. Электрон переместился из точки с потенциалом 200 вольт в точку с потенциалом 300 вольт. Найти приобретенную скорость, если начальная скорость электрона была равна нулю. Запишем данные. Потенциал первой точки φ1 200 вольт. Второй φ2 300 вольт. Начальная скорость электрона равна нулю. Необходимо найти конечную скорость. Запишем связь между работой и потенциалом поля. А равно минус дельта φ на Е. Также работу можно определить как разность кинетических энергий движения электрона. А равно в числителе МЕВ в квадрате поделить на знаменатель 2. Минус в числителе МВ нулевое в квадрате на знаменатель 2. Так как начальная скорость электрона равна нулю, тогда уравнение для работы примет вид А равно МЕВ в квадрате разделить на 2. Сравнивая эти два выражения, получим следующее. МЕВ в квадрате на 2 равняется минус дельта φ умноженное на Е, где Е модуль заряда электрона равным 1,6 на 10 минус 19 степени кулон. МЕ масса электрона равна 9,1 на 10 минус 31 килограмм. Из этого выражения найдем выражение для скорости электрона. В равно квадратный корень из выражения. В числителе 2 умножить на разность потенциалов φ2 минус φ1 умножить на Е поделить в знаменателе МЕ. Подставим числовые данные. В равно квадратный корень из в числителе 2 умножить на 300 минус 200 умножить на 1,6 на 10 минус 19 степени. Поделить на 9,1 на 10 минус 31 степени. Получим скорость равна 5,93 на 10 в шестой степени метров в секунду. Задача. Какую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы его скорость увеличилась от 10 до 30 мегаметров в секунду? Запишем данные. Нам понадобится масса электрона. Она равна 9,1 на 10 минус 31 степени килограммов. В1 – 10 мегаметров в секунду. В2 – 30 мегаметров в секунду. Необходимо найти разность потенциалов. Разность потенциалов определим по формуле отношения работы к заряду. Изменение кинетической энергии электронов при прохождении разности потенциалов запишется. Дельта Е равно МВ2 в квадрате на 2 минус МВ1 в квадрате на 2. Вынесем значение массы как общий множитель. Получим значение для изменения кинетической энергии. 9,1 на 10 минус 31 степени килограммов умножить в числителе 30 на 10 шестой степени метров в секунду в квадрате минус 10 умножить на 10 шестой степени метров в секунду в квадрате поделить на 2. Изменение энергии равно 3,6 на 10 минус 16 степени джоули. Так как работа кулоновских сил отрицательна, изменение энергии дельта Е будет равно минус А или равно минус 3,6 на 10 минус 16 степени джоули. Тогда разность потенциалов найдем как минус 3,6 на 10 минус 16 степени джоули поделить на 1,6 на 10 минус 19 степени кулон. Получим минус 2250 вольт. Ответ. Разность потенциалов равна минус 2250 вольт. Подведем итоги урока. Сегодня вы научились применять формулу, связывающую силовую и энергетическую характеристику электростатического поля при решении задач и сравнивать силовые и энергетические характеристики гравитационного и электростатического полей. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok